Обитатели морских глубин всегда вызывают у нас особый интерес, и среди них есть как более, так и менее популярные представители. Не знаю, в какой категории по рейтингу популярности отнести морскую звезду, но то, что это одно из самых загадочных существ подводного мира, это точно. Они имеют разные цвета и размеры, хотя по форме все напоминают звезду. Некоторые из них гладкие, некоторые с колючками на верхней поверхности и гладкие с обратной стороны. Хотя морские звезды и живут под водой, но их нельзя назвать рыбами. У них отсутствуют жабры, плавники, да и двигаются они совсем не по рыбе. Потому что рыбы передвигаются с помощью хвоста, а звезды с помощью маленьких ножек-трубочек, которые помогают им перемещаться потом. Морские звезды принадлежат к иглокожему типу морских животных. Это означает, что они имеют нечто общее с морскими ежами и морским огурцом. Известно около 1600 видов только одних морских звезд. Они живут в приливных зонах или на большой глубине, в тропических или холодных регионах. Хотя наиболее известные пятилучевые морские звезды, но существуют с тремя, четырьмя и шестью лучами. А есть виды, у которых насчитывается до 50 лучей отростков. Морские звезды обладают очень полезной способностью. Они могут при столкновении с хищником, отбросив луч, как ящерица-хвост, уйти от преследования. Каждый луч жизнеспособен и чрезвычайно быстро регенерирует. Даже из одного оставшегося луча может вырасти новая звезда. Однако на это потребуется время. Например, один луч растет около года. Морские звезды не имеют кровеносной системы. Ее очень удачно заменила водно-сосудистая система. Действует она очень интересно. Звезда накачивает себя водой через поверхность своей кожи, а ноги при соске распространяют ее по всему телу. Выводится вода через кожу. При всем этом у звезд есть сердце, которое делает по 6-7 ударов в минуту. Но вот мозг у этих существ отсутствует. А самое удивительное в этих морских животных то, что они могут при необходимости изменить свой пол. Конечно, для этого должны быть соблюдены определенные условия. Наличие продуктов питания, температура, ну и прочее. Но, когда все условия для размножения становятся благоприятными, многие самцы меняют половую принадлежность и начинают откладывать яйца, как самки. Передвигаются морские звезды, причем достаточно быстро, с помощью сотен трубчатых ножек. Пищей для них служат черви, ракообразные моллюски и морские ежи. Охотятся звезды очень необычным способом. Они обхватывают своими лучами створки раковин и раскрывают их. После чего выбрасывают свой желудок через рот и погружают его внутрь раковины. Захватив жертвы, звезды возвращают желудок на место уже вместе с дапочей. На конце каждого луча морская звезда имеет по глазу. Правда, видят они не так хорошо, как наши, но свет и тьму различают. Следует отметить, что морские звезды играют огромную роль в экологии планеты, а в частности, мирового океана. Они интенсивно утилизируют углекислый газ, который с каждым годом все больше заполняет нашу атмосферу. Каждый год морские звезды в совокупности уничтожают около 2% углекислот Земли, что является чрезвычайно большой цифрой в рамках целой планеты. Субтитры создавал DimaTorzok